всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала вы как все на канале семян на чемоданах и мы в полном составе и отправляемся дагестан да этого ждали все давно у нас некий скоро день рождения и она выбрала отпраздновать его в дагестане да погнали перед тем как мы отправимся в новое путешествие в краснодаре нужно сделать две вещи первые это посылка посылку забрали перед тем как выехать из двора нужно заправить мать и все баки технической воды я уже заправил осталось только бак с питьевой водой во второе забрать апостиль апостиль забрали теперь выдвигаемся и еще чуть не забыл купить цифры чтобы сделать красивые фотографии в горах это насники на день рождения теперь самое основное мы ставим вот так вот как ориентир смотровая . сулакский каньон пиум смотрите какие красоты маршрут поехали ехать нам 12 часов 829 километров сразу забегая вперед скажу что мы сегодня до дагестана не не доедем мы будем где-то обязательно ночевать каком красивом месте поэтому не переключайтесь этот выпуск будет посвящен именно дороге до дагестана нашего такого приключения ну а в следующем видеоролике мы отправимся изучать эту республику традиционно перед каждым путешествием мы заезжаем на заправку и заливаем полный бак здесь дизель 55 рублей да вы чё это очень дороговато дизелек нетушки я решил здесь не заправляться думаю надо доехать например на руснефть там рубля на 3 он точно подешевле будет сейчас посмотрим так ну что мы выехали из краснодара и нам нужно уходить вот сюда вот на вот эту дорогу на майкоп то есть вот эта дорога справа она идет на море а вот это как раз дагестан посмотрите слева надеюсь будет видно это краснодарское море краснодарское водохранилище конца и края просто невинная для тех кто давно за нами наблюдают знают что у нас есть аж целых 5 наших авторских гайда вот они сейчас вы их видите и цель поездки в дагестан изучить дагестан и написать свой авторский гайд скорее всего в этом гайде не будут никаких контактов жилья потому что это будет дикий дагестан это будет как раз вам love где можно встать поизучаем эти места с вами поделимся изучим туристические нетуристические маршруты очень круто надеюсь проведем там время и все это делом упакуем в наш гайд на самом деле вы уже сейчас вы можете приобретать по предоплате гайд наш будет также стоить как и все всего лишь 490 рублей так что смело приобретайте убить его там вот на горизонте виднеются горы это что даже большие едем куда-то туда пока едем через станицы а потом попадать будем на основную трассу которая ведет на дагестан именно ее я хочу подробно посмотреть показать и поснимать ну вот видите началось ходят коровки скоро по дорогам будут ходить бараны никогда в жизни не заправлял на лукойле этот автомобиль здесь 5306 стоит дизель ну попробуем надеюсь надеюсь будет норм вообще просто говорят что на лукойле самые лучшие дизели ну разница в 2 рубля вы сами видите это колоссальная разница на полном баке что вышло на четыре тысячи шесть четыре двести шестьдесят восемь рублей покупал шоколадку этой женщины а женщины нету так вот от наверное она ушла поехали давай нашли мы все-таки эту женщину родик сбегал ей отдал шоколадку и я говорю пацанам игру как мало нужно сделать чтобы человеку доставить столько приятностей вот улыбка до ушей довольно мы выехали и вот он нам пишет девятьсот шестьдесят километров нам хватит топлива я очень долго искал что-нибудь такое из одежды что будет только у меня и я нашел учитывая что мы себе продлеваем лето я решил просто завалить себя футболками это футболки с таким вырезом еще есть другие футболки смотрите а это вот с таким вырезом кстати белой футболочки у меня давно не было лето вроде закончилось но мы его продлили и я еще заказал себе две пары шорт правда мы сейчас в дагестане но тем не менее пригодятся и если вдруг в дагестане мне станет холодно где-то в горах то на этот случай у меня есть вот такая вот ветровка смотрите как смотрится вот так вот ну теперь я точно не замерзла кстати у ребят на сайте есть одежда не только для мужчин но и для женщин так что если вы мужчина выбирает себе одежду не забудьте собой позвать на шопинг еще и свою вторую половинку а если вы женщина то вы знаете что подарить своему супругу ну и по традиции ребята когда что-то все покупаю я стараюсь у магазина где это беру выпросить для вас классный бонус так вот держите по моему промо коду вот он и будет в описании вы получаете скидку 15 процентов при заказе от 1499 рублей заходите на их сайт ссылочка там в описании выбирать себе одежда чку для тревела и погнали путешествовать дальше атлас фо мэн создан для приключений вот такой перекресток здесь у славянск налево майкоп направо едем в сторону майкопа проезжаем огромные плантации недалеко от белореченской то здесь клубника малина растет самая вкусная клубничка мы остановились сейчас поисках обедом спросили здесь про выпечку нам сказали этот палаточка есть такая вот сейчас наверное купим и надо где-то будет припарковаться еще погреть чаёчек и пообедать а потом продолжит путь слушайте и тут я попутал просто посмотрите как много всего мы набрали вот еще у нас некий два пирога и всего лишь 200 рублей они то есть тут по 20 рублей по 30 обычно мы есть так вот затаиваемся булками 400 500 примерно а тут получается еще и деньжат хватило будет купить попить выехали мы из республики объем сейчас выезжаем из круганинская и нам остается 96 километров и мы прям выезжаем на основную трассу которая идет как раз на дагестан так прикольно мы поехали в краснодарском крае потом в адыгее и видели горы были никого были вдалеке но они были сейчас мы едем кругом поля и вот справа слева вообще лесочек но за лесочком тоже более и нет никакого ощущения что ты едешь в горы потому что их давно я ждал подобного знака махачкала прямо до махачкалы 651 километр и вот как раз мы сейчас выезжаем на трассу которая прямая до дагестана по которой в принципе и все ездят например когда ты едешь с москвы хотя можно еще и через астрахань попасть армавир 11 мирониральные воды 200 шкала 651 только что проехали съезд на армавир и вот пожалуйста город воинской доблести какая красивая радуга нам на пути встречается мы сейчас стоим в такой небольшой пробке у нас ведь слева пост дпс серый с желтой крышей здесь парковочки и пост дпс это как бы пересечение это граница и будем заезжать в ставропольский край представляете вот так вот наконец-то до сюда мы добрались влево вправо голову кручу гор вообще не видно никаких где они когда они будут справа скоро должна показаться вершина эльбруса но это не точно да здесь видите такой типа стоп-контроль надо обязательно типа остановиться там да сюда короче жестко то так и делаем остановку и продолжаем путь но в основном вот как можем увидеть останавливают бензовозы и вот собственно табличка пожалуйста ставропольский край буквально через где-то километра два после того как въезжаешь в ставрополе начинается автомагистраль где можно ехать аж сто десять километров в час представляете то есть плюс 20 можно 130 неплохо сделали первую остановку как говорится остановка по нужде всем в ставрополе резко приперло себя большая сейчас быстренько биотуалет перекинем вот сюда в салончик и все сделаем дела дай едем дальше теперь у меня штурман тело вот здесь все дорога направо сейчас ушла эта дорога на дамбай как раз тоже хочется очень вот наконец-то наконец-то вот то что в облаках это горы очень высокие горы они проглядываются на сейчас за деревьями не видно сейчас чуть позже попробую показать вот мы заезжаем невиномыск привет вот едем и не дают не покоить облака что в них неужели когда там горах ясная погода здесь едешь у тебя открывается сумасшедший вид на огромные горы у нас пока только на тучи радости полные штаны потому что перед нами открылись горы смотрите я надеюсь вам видно что вон они вдалеке видите там видимо сильнейшие сейчас осадки идут но уже видны и даже снежные горы которые более высокие примерно там куда я свечу сейчас камерой там находится эль брус наберемся на него тоже но уже в других видеороликах вот мы заезжаем минераловодский городской округ кое-как выговорил так даже быстро выговорил что сам не ожидал дело к закату и посмотрите как солнце начинает раскрашивать все эти серые облака которые стоят над горами невероятно и вон они вершины блин какая крутая крутота вообще вот открывается вид на минеральные воды смотрите как красиво расположен город на вот эти вершины которые мы наблюдали по поездке мы сейчас едем в магнит а потом будем вставать на ночевку я честно говоря не знаю как меня видно или не видно это самолеты летают мы здесь недалеко в реке на самом деле так быстро здесь стемнело кто отправляется на юг вот так вот встаете дикими в диких местах обязательно вставайте засветло потому что вот сейчас мгновенно стемнело пока в магазин заходили и все в темноте раскладываться это еще то удовольствие мы сейчас кушаем а утром уже посмотрим где мы встали мы постелились вот так вот на самом деле темнота ничего толком не видно мы сидят мирончик пока отвлекали все в итоге залипли в телефон я думаю что здесь слабо видно поэтому вот вставляю фотку и спокойной ночи ну вот и утречка мы проснулись смотрите вот с таким вот видом на горы вчера вечером мы поехали по вот этой вот проселочной дороге он там вот у подножия этого холма река течет но решили там не стать потому что там стояла какая-то волга там возле реки ну и как бы мы не стали сделали вот так вот круг вдоль тех деревьев пробовали там стать в деревьях но там было неровные машина постоянно была под наклоном решили что вот здесь отстанем здесь видите прям жилые домики вот деревушка и мы прям вот так вот стали ночью было спать очень круто под утром вышло солнце стало жарко мы открыли дверку и прям была такая свежесть а ночь к нам приходили дикие кабаны представляете прям кабаны две штуки мы лежим с насенькой что-то смотрим на ютубчики и такие мы такие нифига себе я подорвался да вот так вот туда подорвался окно смотрю пошли они видимо услышали что мы замуж кились пошли отсюда да год сейчас умываемся завтракаем и отправляемся в путь ну вообще четко разместились мы даже достали сушилку и досушиваем то что не досохло в краснодаре потому что там была пасмурная погода а здесь и дрёное солнце и должно все досохнуть все собрались закрываем багажник мы двигаемся дальше двигаться начинаю в свои новенькая футболочки от бренда атлас фомен вы помните ссылка в описании постоянно рекомендуем ребята если едете вот так вот делайте все засыпло потому что сейчас едем все понятно ночью было вообще ничего не понятно мы начали свой путь вот с таким вот видом на горы потрясающе потрясающе так интересно как то здесь стоят раз два и три впереди смотрите вот гора кинжал раньше она была вот такой вот как бы конусообразный типа остро видел поэтому и называлась кинжал а сейчас она вот такая плоская видимо ветра дают о себе знать вот так мы попадаем на круговое движение и второе съезд вот нам нужен второй съезд вообще я даже название не понял что написано настолько клево когда едешь что-то новое вчера минводах купили вот такие чипсы бенгрешные это чипсы нашего детства чтинский мы всегда их жевали и в этих краях найти очень сложно так смотрите немножко цен здесь газпром значит дизель 53 10 95 52 70 ну и конечно же друзья наши двигаясь в дагестан мы не можем не показать вам красивые места вот например первое такое посмотрите мы прям подъехали сделали классную фотографию здесь стоит такой от крест где написано господи храни град сей и очень и очень красивый железнодорожный мост на самом деле туда тоже прям подарочку можно подъехать что сейчас сделаем очень красивая локация но сюда на машине под него как бы ну не проедешь да здесь узенько целом круто там такие маленькие есть большая продолжаем ехать дальше так по моему что заезжаем хоть новую республику или я ошибаюсь здесь есть контроль так вроде все нормально на самом деле чем больше углубляешься туда вот по дороге в дагестан тем посты такие становятся как правильно назвать даже не знаю но они такие напрягают короче и их не расслабленно проходишь но вы сами видели наверно тут стоит и прям пристально смотрят ладно все едем дальше мы заезжаем камбардино-балгарскую республику вот так вот посмотрите справа какие огромные горы будут остановились на трассе здесь полно грецких орехов мало ли кто не знает вот так вот он растет ведь молодой молодой сейчас попробуем расколоть я если честно открой жить такого не пробовал вот он молодой как миндаль из дерева знаете смотрите вот так вот убираешь так ну что вот так вот незаметно мы попали в северную осетию представляете алания просто ехали ехали стояла стелла к сожалению не запечатлела я здесь нас встречает может мой корова дорожное покрытие конечно так себе сами видите машина туда-сюда прыгает ехали мы значит ехали по осетии и тут в голову прилетает у меня мысля блин как же не купить осетинский пирог поэтому по трассе мы остановились двух местах где были надписи осетинские пироги вышли в итоге нету вот запоминайте магазин кафе баркад здесь есть делают под заказ буквально 10-15 минут ожидания 350 с мясом 280 сыра мы взяли две недостаточно большие как пицца но сейчас посмотрим чё по вкусу и соответственно чё по размеру а пока мы ждем наши пироги осетинские гетикулят орехи которые мы собрали вот если мы бы не путешествовали наши дети вряд ли бы когда-то увидели как растет миндаль как действительно растет и не попробовали либо его молочным никогда бы не увидели и не собрали бы грецкие орехи вот так вот с дерева и не раскололи и это молочный вкус я в свои 31 впервые поел молочный грецкий орех смотрите все готово они они гигантские вот наш стол видите и вот пироги верхние это сыром снизу это с мясом ну как здесь проезжать и не попробовать осетинских пирогов я уже пол куска съел она островатая соленоватая и жирноватая ну капец вкусная а еще она горячая да снов сытый довольны отправляемся дальше дальше нас ждут новые республики а после осетии мы попадаем снова ставропольский край вот так вот гор пока нету пока только поля поля и дерево 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 там где-то высоко далеко точнее есть горы но это маленький мы сейчас куда-то подъезжаем здесь вот такая вот бордовая пробка я так понимаю что это пост дпс туда дпс и походу мы сейчас будем заезжать чеченскую республику дать не точно так нас короче здесь загнали на проверочку я могу ехать дать на самом деле гораздо проще заехать в абхазию и беларусь но вот это конечно вообще прикол короче самое интересное что вот мы проехали этот пункт сейчас приближаемся к еще одному пункту тоже дпс короче здесь тоже стоп-контроль транспортный контроль весовой вот чеченская республика мы в чечне делаем первые километры по чеченской республике знаете здесь написано вот на знаках на дорожных на трех языках это русский чеченский и английский ты попадаешь в чеченскую республику и сразу видишь насколько чистые дороги вот мы едем ни одной бумажки не соринки ничего сейчас проехали первую заправку роснефти дизель отчик 50 рублей 50 копеек это на минуточку на 3 рубля дешевле чем там мы едем я понимаю надо бы штаны одеть здесь все штанах ну что барабанная дробь барабанная дробь едем 40 километров а все потому что мы заезжаем в республику дагестан ребята вот так вот так здесь такой вот парапет вот так вот добро пожаловать прям на границе реки терек есть граница даже можно на карте посмотреть про мы в дагестане ну что вот мы и в дагестане добрались наконец-то наконец-то я отснял эту дорогу до дагестана на самом деле есть три пути это вот верхняя дорога по которой ехали мы есть еще нижняя дорога она более живописная на через нальчик через разрез владикавказ то есть через все города идет а это уже ближе туда к большим высоким горам мы поехали по этой потому что как вел навигатор так в принципе ездят в основном все она такая более скоростная а еще есть третье это если ехать там с какой-нибудь например статарстана либо самары да это через астрахань многие едут именно так там как бы еще наверное быстрее мы поехали по этой я надеюсь что этот видеоролик вам понравился нас ждут удивительные приключения путешествия по республике дагестан будем все изучать смотреть и конечно же с вами делиться вам показывать будет очень много дикого дагестана будем стоять вайлов там будем будем ночевать в машине тем самым это будет все гораздо гораздо интереснее друзья я буду с вами прощаться мы будем с вами прощаться из дагестана вон там вот уже дагестанские горы пишите комментарии ставьте лайк пока я и и и и